Всем привет, друзья! Мир вашему дому и чистейшего неба над головой! Сегодня у нас понедельник. Всем вам желаю лёгкой недели. Сегодня занимаюсь шитьём. Строчу уже карманы, прыщеваю. Карманы очень нужны на работе. Рекомендует мне Ютуб Уралочку с Блокастым. Открываю. Я у них в подписотах. Что это такое? Сколько раз они меня подписывают? Почти каждый раз. Давай я попробую, напишу им комментарий. А писать не могу. Пошли за ручкой. И одну ручку купили. Молодцы! Одна реклама на их канале. Я понимаю, это их заработок. Уралкины хомячки гуляют у меня на канале. Дай бог им здоровья, пусть гуляют. Когда Блокаст прилетел с Таджикистана, с Абдугани, им уже тогда надо было снять квартиру и жить двухкомнатной. Так как у них находится в комнате вместе с ними подросток-мальчик. Когда их друзья приезжают, чури-мури, банда целая, это вообще атас. Складывали дровишки, бегали дети, бегали старшие. Все спотели. Девочек этих надо скупать. Женщинам тоже надо помыться. Мужчинам все в урту в одной комнате. Да там не только мебель надо выбрасывать. Как можно повесить шторы в квартире, не закончу полностью ремонт? Вся такая добренькая, веселенькая. Благодарит всех за комментарии. Прям такая милота. Да, пришел мужик в спортивных штанах, и Уралка удивилась. Можно сказать, чему ты там удивилась, Уралка? А твой блохаст в чем ходит? Не в тренингах? Он ходит. Футер двухнитка. Сочиняет на ходу. Горе-родители ходят в канцелярский магазин и покупают по одной ручке. Как Уралочка говорит, пишем, стираем. Как могу, так и помогаю. Да блохаст может лучше тебя проверять. Он тебя поправляет. Уралочка стоит у магазина и рассказывает. Вчера, говорит Абдугани, четверку получил. Сегодня пятерку. Но не знаю по какому. И переглядываются, смотрят друг на друга. Сочинили, а предмет не смогли придумать. Потом, говорит, типа связанное с профессией. Ну все, поняли, да? Ну поняли, связанное с профессией. Да, блохаст хорошо Уралочку копировал. Как утка с пакетами переваливается. И все смехом. А Уралка роднехонькая. Да самое не хочу. Как она говорит. Ее слова, друзья. Ой, говорит Уралка. Абдуг понравились глобусы. Глобусы надо ему, чтобы изучал чего-нибудь. Пришли в магазин за ручкой. А потом вспомнили, что надо словарь по английскому языку. Уралочка уже первая четверть заканчивается. И все говорит и говорит Уралка. Никому не дает слова сказать. Только ее надо слушать. И Уралка спрашивает продавца. А что, говорит, берут лучше? Мороженое покупают по сорок штук. А ручку купили одну. Уралка никому не дает слова сказать. Перебивает блокаста. Всегда. Абдугани я еще ни разу не слышала, чтобы мальчик закончил начатое предложение до конца. Нет, Уралка задает вопрос. И Уралка на него сама же и отвечает. Даже в магазине продавцу слова не дала сказать. Я считаю, что зигование, проклятие и осквернение памяти наших гидов не должно им сойти с рук. Я пытаюсь донести до людей правду. Вы сами как считаете? У блохаста одно на уме. Что скажут? Что напишут? Вот сейчас вот так сделают. А почему, когда ты ездил к себе на родину, почему там не говорил ты, что скажут, что напишут? Что такое, Масенька? Что ты хочешь, моя девочка? Сейчас, подожди. Как-то Уралка еще где-то год назад рекламировала капли в нос. Что? Не помогают тебе? Не успокаивают? А тики-то продолжаются. В магазине блохаст держит книгу и круговыми движениями на обложке показывает 4D, потом переворачивает книгу и показывает нам, где QR-код, реклама. Зачем маскироваться? Говорите уж, как есть. Уралка же нам говорила, реклама у нас на канале будет. Зарабатывает рекламой, кто как может. Идут такие счастливые. Милое дело на них смотреть. Уралочка кричит на весь мир про семью, про любовь и всем что-то доказывает. Вы любите друг друга, вы счастливы. Да и все. Нам это не нужно доказывать. Встретились две половинки. Тебе половинка и мне половинка. Какая-то песня мне сейчас вспомнилась. Что-то изменилось в ней. Раньше проще было. Сейчас не как-то наиграно, а все наиграно у них. Халявные агрегаты. Затянула реклама. Может, нам скоро Уралочка и стринги покажет. А? Как вы на это смотрите, девчата? Все может быть. Да-да, блохаст может. И попросит ее, как она говорит. Мне муж мой попросил мукбанг сделать. Да. Ага. Девчата готовит неряшливо. Я, когда смотрю, как она готовит, мне плохо. Никак... Не буду комментировать. No comments. Они хотят на халяву жить. Чисто на рекламе. Ютуб нынче за контент не платит. А кушать хочется всегда. Уралочка говорит. Блогерство – это работа. А за работу надо платить. Почувствовали вкус бабок халявных. И очень стали зависимы, так как работать не хотят. Дальше по сценарию. Скоро к ним придет сантехник негр. Мы понимаем, что реклама – это двигатель торговли. Но надо честно делать. Купят биотуалет и поставят. Где будет идти ремонт, и у них будет биотуалет на балконе, наверное. Лучше, хомячки, я знаю, что вы прилетаете ко мне, лучше напишите вашей принцессе ванну сделать. Но у нее племянница в Сочи уехала, не живет. Хоть пусть на момент ремонта в ванной перейдут, поживут у племянницы. Я бы лучше жила бы на даче. Что, мои хорошие, на этом хочу попрощаться с вами. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, если вам видео понравилось. И всем пока-пока. До новых встреч. А я буду продолжать шить свои турецкие бруки.